Дорогие друзья! Естественными для сказочного изложения, а все герои рассматривались как выдуманные. Но стоило отнестись к древнегреческой мифологии как к записи реально происходивших событий, а к мифологическим героям как к реальным историческим персонажам, и картинка сразу стала проясняться. Сказочный пласт из повествования легко удалить. И проще всего это сделать при рассмотрении генеалогии. Само же существование генеалогии говорит о том, что древним авторам было чрезвычайно важно указать происхождение каждого героя, каждого правителя, каждого персонажа древних сказаний. И это позволяет нам построить генеалогии гомеровской эпохи. Они удивительны. В течение короткого промежутка времени, век, полтора, может быть два, мы получаем подробнейшую информацию, охватывающую несколько сотен персонажей. Причем генеалогии требуют объяснения, исправления искажений лишь только в некоторых местах, где древние авторы по ошибке совмещали двух одноименных персонажей в одно и то же лицо. Если исследователи порой выделяют правителей Пандеона I, Пандеона II или критских правителей Миноса I, Миноса II, то в нашем исследовании выделены еще несколько таких случаев. В частности, мы имеем живших в разное время и не являющихся родственниками Персея I и Персея II. Также нам пришлось уточнить генеалогию Геракла, которому вследствие популярности приписано родство с различными персонажами, которые родственниками известного мифологического героя не являлись. Генеалогия поверяется хронологией. Древние эпосы содержали перечни героев, которые участвовали в одних и тех же исторических событиях. Это походы Семера против Фиф, походы Пигонов, также против Фиф. Это путешествия, плавания корабля Арго к берегам Колхиды. Это Троянская война. Также в различных мифологических сюжетах герои присутствуют одновременно, значит и живут в одно и то же время. И это дает нам основания для некоторых, пусть и весьма незначительных, исправлений и для формирования масштабной, взаимосвязанной генеалогической картины Гомеровской эпохи. В книге дается подробное обоснование каждого генеалогического фрагмента, каждого противоречия, которое обнаруживается в древнегреческих текстах. Книга существует только в электронном виде, но я надеюсь, если интерес читателей будет достаточно значительным, книга выйдет и в бумажном формате. В электронном виде нет необходимости экономить на бумаге, поэтому по тексту даются ссылки на список литературы, который занимает в конце книги 20 страниц. Вряд ли кто-то будет их читать, но в данном случае я предпочел сохранить традицию научной публицистики. Скачать книгу можно в разных форматах на электронном ресурсе Smashwords. Ссылку для скачивания я даю в примечаниях к данному видео. Книга будет интересна специалистам и любителям древнегреческой истории. Ваш Андрей Савельев